Похоже на массовое преступление раненых и пострадавших, в принципе. У нас примерно была такая личная у меня ситуация, когда начался штурм Грозного в 99-м году декабря. Это было примерно то же самое. Мы с бригадой Центра экстребрицизской помощи выехали на автомобиль в Нижний Новгород, оценили пациента, забрали пациента. В течение 6 часов мы его везли сюда, то есть вполне благополучно и без ухудшения каких-либо показателей его витальных. Он был действительно крайне тяжелый, он был на грани перевода на экстракопоральную мембранную оксигенацию, но мы благодаря усилиям всей нашей команды смогли его вытянуть, смогли его снять с аппарата с пустыми реакциями легких. И вот он буквально вчера выписался и уехал снова в Нижний Новгород. А сколько лет он? Такой хороший случай. Ему 26. Поскольку мы занимаемся на ЭКМО, ЭКМО занимаются не все клиники-стационары Москвы, ну поэтому, так скажем, не могу вести статистику, если бы мы не подключали ЭКМО, наверное, умирало бы больше людей от неэффективной искусственной интелляции легких, на искусственной интелляции легких. И каждая смерть, она не переживается, каждая смерть, она воспринимается как вызов, ну, с той стороны. Поэтому нам есть на чем работать самим, нам есть к чему стремиться, чтобы, так скажем, отбивать эти подачи. Тяжело переживается любая смерть, на самом деле, особенно если ты, так скажем, очень с пациентом, нельзя сказать, что мы сближаемся с пациентами, но больные нам симпатичны, то есть, как бы, и всегда обидно, когда они умирают, особенно если они достаточно молодые. Не дай бог, чтобы лежал кто-то свой, совсем свой, которого ты знал до того, которого ты знал когда-то давно человек. Конечно, это очень тяжело морально.